Теперь переходим к внутривузовскому этапу чемпионата ССК России и будем говорить о нем вместе с председателем спортивного клуба «Казанские юлбарсы» Никитой Лихачевым. Никита, привет тебе! Привет, очень приятно находиться в этой студии снова. Чемпионат стартовал двумя видами спорта, а именно бадминтоном и мини-футболом. Поделись своими впечатлениями от начала чемпионата. Ну, начну с бадминтона, конечно, потому что вид спорта стал снова популярным, как и в том году. И в этом году, наверное, самое большое удивление вызвало, что многие участники, которые были фаворитами до начала турнира, например, в прошлом году или в предыдущих годах до этого, да, они в этом году вступили новым молодым участникам и, в принципе, это показало интерес новых лиц, молодых в первую очередь и первокурсников, в том числе, к бадминтону. И это очень крутой вид спорта, который вызвал популярность даже у простых активистов. То есть ребята, которые до этого, может быть, не играли, тоже пришли попробовать здесь свои силы, это было круто. Кого ты видишь прямо? Какие команды явными в бадминтоне? Ну, в бадминтоне понятно, что те, которые, например, участвовали и в прошлом году. И здесь, там, среди парней, если я до начала турнира выделял Вадима Розуманова, то, например, среди девочек, там, Рима Галехметова, которая в прошлом году вместе с Вадимом выступала на всероссийском суперфинале. А в этом году я даже не могу никого выделить, просто потому что вот пришли новые ребята, которые сейчас показывают очень высокий уровень, и тут любой участник может стать победителем. А вообще появились ли явные какой-то фаворит в мини-футболе? Вот прям такой явный. В мини-футболе, ну, естественно, я как перед началом турнира, так и во время турнира выделяю несколько команд, и во время жеребьевки говорил, что, ну, естественно, будет сборная КФУ, которая стала победителем всероссийского суперфинала в прошлом году. Они держат свою марку, они забили очень много голов, и сейчас даже, например, их футболисты Данил Тукташев, например, 4 мяча забил, забил Ильдар Халюлин 5 мячей, и Рамиль Шеймуратов, они в лидерах сейчас бомбардирской гонки. И КФУ спокойно, уверенно, с первого места вышло дальше. Также отмечу команду «Мед», и, наверное, главный соперник, и будет особенно интересно увидеть финал, где будут играть футболисты команды «Мед». Это первый-второй курс ребят, которые играют за сборную университета по большому футболу, и, например, некоторые играют даже в высшей лиге Республики Татарстан по мини-футболу, как, например, их капитан Артур Болдырев, он за Институт экономики играет в высшей лиге. Ну, так вот, интереснее всего будет увидеть финал КФУ против «Меда». Это опыт какой-то и какие-то наработки против молодости, и будет очень интересно вот их увидеть, и, наверное, вот эти две команды и остаются фаворитами. Какие команды, по твоему мнению, могли бы встретиться в финале, кроме КФУ и «Меда»? Здесь я выделю из добротных команд «АЦ Казань», то есть там представители разных стран, арабских, например, из Сирии есть ребята, и из других стран вот это еще одна команда, которая может сильно выступить. Потом, если смотреть из других групп, вполне себе «Дружба народов» есть команда, которую представляют футболисты Института международных отношений и Института экономики. Вот, тоже с разгромом выиграли свой первый матч 10-1, и здесь они вот в плей-офф будут одними из фаворитов. Ну, и, конечно, команда, которая называется «НЧИКФУ», это Набережный Челнинский Институт. Они уверенно в своей группе переиграли всех остальных, и здесь традиционно, если смотреть их состав, очень сильная команда, и тоже могут побороться за выход в финал. Спасибо. А вообще, как в целом оцениваешь старт чемпионата? Вообще, не только по командам, а вообще как организации? Ну, самое главное, у нас до сих пор есть вот эти рамки постковидные, или даже не пост, а действующие ковидные рамки, которые не дают нам, к сожалению, возможности привлечь болельщиков на трибуны. Хотя, вы знаете, интерес был просто бешеный, особенно после того, как постепенно что-то снимается, карантин, и люди снова хотят приходить на спортивные события. Здесь был просто огромный интерес, но, к сожалению, мы не могли пускать болельщиков. Но в целом очень-очень радует тот антураж, который присутствует на играх, то есть все матчи смотрелись интересно. И, вы знаете, самое было интересно наблюдать на наших новых первокурсников, которые к нам в спортклуб пришли. Это медийщики, там фотографов много пришло, текстовики, СММщики. И вот эти ребята, это, кстати, в основном представители Института социально-философских наук, они очень сильно влились, и было очень интересно наблюдать на глаза девочек, которые до этого никогда даже футболом не интересовались. А здесь они пришли и просто с самого раннего утра погрузились в атмосферу футбола, и это, наверное, показатель того, что мы все правильно делаем. И в бадминтоне то же самое, то есть ребята, которые пришли просто пофоткать его, оставались там до самого конца, просто потому что было интересно, кто же пройдет дальше, кто же там выиграет, кто проиграет. То есть я думаю, это один из показателей того, что в этом году уровень организации турнира еще выше, чем в прошлых. Впереди еще много видов спорта, что можешь сказать о них, что ожидаешь от этих видов спорта? Вот, да, не успели мы передохнуть, как вот опять. В среду продолжится футбол у нас, и выходные, воскресенье 21 февраля, у нас стартует, во-первых, этап по женскому мини-футболу. В этом году еще интереснее, чем в прошлом, потому что мы даже посмотрели, если в том году было две сильных команды и остальные одного уровня, в общем, в этом году все команды просто имеют очень хороших футболисток, да, а это для КФУ это не редкость хорошие футболистки, у нас очень по-женскому футбольный университет. Будет очень интересно, до сих пор непонятно, кто там фаворит даже, потому что все команды равны. Во-вторых, мужской стритбол начнется, это будет второй по массовости вид спорта, в этом году аж больше 20 команд примут участие, это будет именно в баскетболе, в нашем университетском рекорд, и мы с нетерпением ждем, вот уже 21 числа, стритбол, тем более мы все знаем, что этот вид спорта самый динамичный из всех, и там будет очень интересно наблюдать, тоже станет победителем. Спасибо, Никит, за встречу, надеюсь, еще здесь с тобой увидимся, и удачи на следующих турнирах. Спасибо вам всем, и помните, что тигры — это по большой любви.